Коммент-аут Шоу, в котором два известных человека Выбирают между комментарием и наказанием А Маркони просто красивый Коммент-аут Встречайте, камера, Фужи, Инстакс, Мини-9 Субтитры создавал DimaTorzok А что будет дальше? А дальше будет лучшее шоу на ютубчике На столе три карточки Звезда, комментарий и наказание Участник вытягивает звезду, который должен написать в инстаграме Случайный идиотский комментарий Если участник соглашается опубликовать, получает балл И выполняет дурацкое наказание Если отказывается это делать Привет, я Владимир Маркони Это шоу Коммент-аут Он приехал из будущего А именно из Беларуси Чтобы рассказать и показать Как будет в России через пять лет О, хлестка Батька белорусского ютуба Представитель пока что соседнего государства Влад Бумага. Влад, привет! Привет, дорогой! Салют! Не идеальный мужчина, не идеальный актер, не идеальный певец. Почему-то среди всех этих вариантов он выбрал не идеальный мужчина. Сегодня на студии два героя-подростков. И Егор Крид. Егор, дорогой, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, Егор, про себя. 21 марта большой стольный концерт, мега-спорт, все приходите обязательно. 31 марта Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Я все сказал. За то, что вы пишете комментарий, вы получаете два балла. За то, что вы выполняете наказание, получаете один балл. За звонок в последнем раунде вы получаете три балла. Бум. Если ваш оппонент пишет комментарий, вы можете в этом же раунде выполнить его наказание. И получить балл. Нам что нужно делать? Вам нужно! Комментарии писать или челленджи выполнять? Что в приоритете? Ну, я комментарии, хай челленджи. Все как на Ютюбе. Ребята, вы из какого года? Боже мой. Шеллендж. Мы, мы парни на Ютюбе, называем это так. Испытание. Шеллендж. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Тебе сейчас нужно вытащить карточку и определить, что же будет выполнять проигравший в конце нашего шоу. Спасаем деревья. Участнику штаны насыпают грунт и сажают живое дерево. И поливают. Прекрасно. По-моему, это хорошо. Так как Егор проиграл, я предлагаю, Влад, тебе тащить звезду, кому ты будешь писать. Так, это... Наргиз. Наргиз. Ты знаешь, что это? Ты не знаешь, что такое Наргиз? Наргиза Кирова офишал. Офишал классный, обижаю эту приписку. А ты не знаешь? Наргиз, кстати, очень крутая. Наргиз. Это девочка. Да. Я знаю, с какого она улья. А почему ты вот так легко назвал ее пчеломаткой? А мы не понимаем, а из какого она улья? Из Блокстара, да? Нет? Мальфа. Это я знаю. Такое есть. Насколько тебе будет сейчас плевать, что писать, это вообще не важно. Давайте я, может, истории посмотрю. Может пойму, о чем ты думаешь. Давай, давай. И как вот это вот? Как к этому отнестись? Понятно. Но это прикол. Все, я понял. Что тянет? Наказание? Наказание. С другой стороны, как и любым реквизитом на нашем шоу. Ну, я считаю, надо комментарий прочитать. Я пишу, значит. Так, что? Знаешь новый челлендж? Лизни, сосни, кусни. Поиграем у меня? Жду. Ответ в Директ. Ну, кстати, изи вообще. И за это я получу два балла. И, скорее всего, проклятие. Она ими владеет. Ну, с другой стороны, она такая, видит этот комментарий. Да. Открывает Ютуб. Нет, нет, нет. Открывает Директ. И пишет. Открывает планшет. Смотри, здесь написано «Засасывай пылесосом». Лицо – два охотника. Но охотника – три. Я бы написал тогда. Ну, наверное, да. Да? Да. Давайте попробуем написать, наверное. Наргиз. А она, думайте, смотрела на шоу, сообразит чего-нибудь там? Ты только что ее еще немножко и отсталый назвал. Ну, слушай, ты себя закапываешь. Ну, давай. Опа. Все, ладно. Есть. Будет ли Егор бороться за призовой балл, выполняя наказание? Вот вопрос. Ну, я не буду это делать. А что? Осудим. Осудим. Это не мое. Осудим. Это не мое наказание. Предатель. Любит ли он Россию? Вопрос. Да? Стоп. Давай, знаешь как? Давай договор. Давай договор. Мы делаем это наказание. Так. Двое мне, один тебе. Угу. Да? Да. И это бесплатно? Нет. Это за мой балл. Тебя поддержать себя. Ну, конечно. А, давайте. Давай. Поехали. Можно выберу хотя бы охотник? Это грязь. Я переживаю. Не надо. Не надо переживать. Прошло уже 7 секунд. Это очень долго. Ау. Отлично. Я представляю, что у меня потом останется на лице, блядь. Все. Не хватит. Стоп. Еще 30 секунд. Серьезно. 33 секунды. Прошло 30. Так, еще 20 секунд. Остается поддержка, Негора. Поддержка, Влада. Егор, пожалуйста, тащи звезду. Кому мы будем писать. Дайте угадаю. Кто же там будет? Наверное, начинается на Т и заканчивается на И. Наргиз не так пишется. Ладно. Давай. О! Нет! Нет! О! Что? Нет! Ханна. О! Ну, Ханна, хорошо. Это жена моего бывшего продюсера, Пашу. Да ладно, там комплимент наверняка какой-нибудь. Ты чего? В нашем шоу обычно так. Блядь, я уже не люблю ваше шоу. Нет, ты обожаешь его. Блядь. Ну ладно. Банановый вор. Наказание от подписчика Александр Феоклин. Участник надевает на голову женский чулок и съедает банан целиком. Ой, мама. Банан надо протирать через чулок. Ой, ой, ой. Блин, бастя. Ой, ой, ой. Ты понимаешь, что это будет? Катюш, спасибо за свои чулки. Кстати, это один из самых опасных презерватьев, что я только пробовал в своей жизни. Погоди, а что значит протираю через чулок? Ну, здесь я тебе скажу большая-большая сеточка, кстати. Нет, а что нужно делать? Типа... Ну да. Да. Да, да, да. Будет легко протираться. Как тебе хорошо с таким кружевом? Блин, я не хочу тащить комментарии. Вы что, прикалываетесь? Да я расстроился что-то еще. Да ладно, ладно, не нужно расстраиваться. Вот она сейчас расстроится. Комментарий. Ой, ой, ой. Ну просто я когда увидел слово СПИД. А Министерство здравоохранения почему-то не видит этого слова. Я мигрировать за Долгополовым. Пока. В России такая эпидемия СПИДа, что вообще боишься в незнакомой компании уколоться. Но ты права. Это реально щекотит нервы. Я понимаю. Я, знаешь, тебе больше всего нравится, что наш общий друг с Пашу говорит ПИШИ! Давай! ПИШИ! Он-то в тени сидит, конечно. Да, скажи. Привет! Привет! Ну смотри. Ханна действительно очень худая. Ну она худая! Во-первых, давай зайдем к ней на страницу. Ой, интеграция. Какие необычные шприцы, да? Ну что делаем? Чего делаем? Ну, конечно же не это. Во-первых, потому что это никто не носил. Никакого кайфа. Ну, короче, ладно, я напишу. Я надеюсь, Пашу меня поймет. И Ханна меня поймет. Кто сказал нет? Пашу, спасибо, что ты с нами сегодня. В общем, Ханна, я тебя люблю. Ты сама понимаешь. А бананы не очень. Ты победила у бананов, Ханна. Ты крутышка. Серьезный поступок. Это было очень хорошо. Влад, будешь ли ты выполнять наказание? Да, да, молодец. Это всего лишь один вкусный... А, потому что поздно, а ты на диете. Только поэтому ты не хочешь. Да давай. Суй. Так, а давай... Влад! Влад! Не, не делай это, брат. Так, а давай пополам. А давайте вы встретитесь на середине бананов. Ребята, я хочу сказать так. Конечно, Влад из Дружественной Республики, из прекрасной Беларуси. Но чтобы человек из Беларуси так плевал на аудиторию, это, конечно, просто некрасиво. А вас сейчас взяли и ноги вытерли. А мы переходим ко второму раунду. Три ответа. Комментаут, комментаут, комментаут. Вас спалили, брат, сразу. Напиши «нет». Вот и все. Вообще-то нет. Оксана Самуэла. Да. Будущая мама. В четвертый раз, в пятый, в зимой. А чем мы попадаем на чьих-то жен? А чья это жена? Это жена Джигана, брат. Да. И она, по-моему, беременна сейчас. Ну смотри, я тебе так скажу. Если за Наргиз я был не уверен, что она умеет драться, то Джиган точно умеет драться. Да. А я видел видео, где он себе бицухи разминает. Это какая-то штука. Это руки-бадзуки, это другой. Они похожи. Подожди, а давай зайдем, посмотрим. А, с мамой. Класс. Так. А мама где? Вот, справа. Понял? Просто достойно. О. С ним придется разговаривать, да? Но говори ему в правое ухо, потому что из этого AirPost он не достает. Потому что и справа AirPost он потерял, а это держится уже постоянно. Так, давайте узнаем, что я буду делать. Давай. Малыш Куато. Висишь раунд на груди у силача в переноске для младенца. Лицом к лицу. Силач, заходите! Силач! О-о-о-о-о! Здравствуйте! Ой, какой хороший комментарий. Да, лайк? Ты нереальная. Начинается так. А что вы... Ты просто с другой планеты. С той, где гравитация... С той... С той, где гравитация чуть меньше, и твои дойки так не висят. Хаштег «Лунная девчонка». Хаштег «Марсианка». Ну что? Ага. Ну я бы не писал, честно. Я бы тоже не писал. Что ты написал моей жене? Нет, не так бы. Ну, братан, ну ты что написал моей жене? У них же конфликт с Джиганом. Точно, я вспомнил. И со скольки ты во вертушек уработал, а? Не, расскажи, расскажи. Но фишка в том, что я писал в Директ Звездным и смотрел, кто мне ответит. Я написал Джигану. Если хотите, могу сфотографироваться с вашими дочерями. А он мне такой. Ах ты педофил, мразота, короче. И начал меня, короче, по этой теме. Я предложил порадовать его детей, но он... Мишка такая... Боже мой. Нет, хотел порадоваться фотографию. Подарите, вдруг смотрят, у меня же аудитория помладше, а он подумал, что я хочу их порадовать. Постойте. После всех этих слов вполне возможно выйдет документальный фильм «Покидаю беловежскую пущу». Не поймет, да, эту тему? Смысл не поймет. Ей завтра рожать, какой поймет. Завтра рожать? Ну, это ж только завтра. Как думаете, кто будет, дочка или мальчик? Я думаю, ну, во всяком случае... Пишите в комментарии! Кстати, кстати, мы никогда не говорили об этом в комментариях. Я готов. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Нет, иди делайте. И делайте красную кнопочку подписаться. Серый. Делайте так. Это нужно сделать. Поэтому переходите на канал Егор Крид. Влад, а сколько ты весишь? 60. Напишите в комментарии. А ты хорош, когда я не знаю, я тоже буду поговорить. Друзья, давайте Владу поддержим. Всех, 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 всех. Егор, а чего стоишь, помогай. Какое горячее дыхание. Сейчас, сейчас. А что? Все будет, все будет. А, еще второй. Так, мне еще надо вот так, да? Да, одну ножку сюда. Вторую ножку и... Ну, кстати, банан был лайтов. Это вот так надо по Минску передвигаться. Ты богатый человек, я уверен, ты так и перемещаешься. Так, разворачивайся. Влад, если считаешь, что молот точек поддержки, мы можем показать Андрею специальное грязное видео. Подожди, подожди. Целый раунд ему висит так. А ты надолго в Москву? Вот это встреча с продюсером, да? Я на тебя подпишусь. Сделаешь красную кнопочку, подписаться серый? Егор. Да. Тебе нужно тащить звезду, пожалуйста. Если что, у нас есть второй тяжелоатлет. Вы прикалываетесь вообще? Ну, что? Вы издеваетесь? Анастасия, реж что вы. А почему я попадаюсь на них? Ты знаешь, что это? Это чья-то тоже жена. Тимаси. Ладно. Была не была. Так. Хм. Наказание от ОППа. Досмотр с пристрастием. Участнику нужно прочитать надпись, которая спрятана под юбкой у человека при помощи смартфона на селфи-палке. Кайф. Кайф. Да, кайф. Ведь это наверняка женщина. Пожалуйста. Заходите к нам. Донна Роза, подходите к нам. Друзья, я объясню, почему Донна Роза. Потому что Александру Калягину 25 мая исполняется 78 лет. И мы поздравляем мэтра с его наступающим днем рождения. И эти стоящие аплодисменты и овации в его честь. Художественный руководитель театра Эксетера. Потрясающий гений, великий Александр. Мы любим вас. Что, комментарий? Этот раунд длится бесконечно. Итак, Анастасия решет, что. Спасибо. Ну, блин, да, мне придется сразу наказание делать. А ты сначала прочитай, чтобы мы понимали, от чего ты отказываешься. Известность – это лучшее, что могла дать мне вселенная. Пока правда. Не был бы я популярен, дали бы мне в Москвариуме тыкнуть в дырку дельфинус. Ты следующая. Уважаемая. Проходите. Дон народа. Извиняюсь, но такое я не могу написать нищей жене. Телефон ОПА-5-2020. А в нем, между прочим, 4 камеры. Аааа. Ааа. Нужно опустить. И что? И там будет слово. И там будет какая-то… Я боюсь. Какая-то реплика. И тебе нужно прочитать, что же написано на ноге. Я надеюсь на ноге. Я тоже участвую в наказании. Как это выглядит? Я боюсь. Я боюсь. Я тоже. Ну ладно, поехали. Так. Боже мой. А где, где, где? На какой на… Так, ладно. Блин, где слово? Ой-ой-ой. А я вам покажу. Ну я не вижу, блин, слова. Где слово? Фоткаем со всех ракурсов. Бум. Раз. Раз. Два. Так, и еще? Три. Ну-ка. Блин, я себя чувствую профессиональным фотографом. Четыре. Пять. Так. Дай я тебе тоже посмотрю. Пожалуйста, пожалуйста, конечно. Давай к нам. Ну что? Что это такое? Смотри. Ребята, пожалуйста. Да подожди. У нас дела, ребят. Ну подождите. Подождите. При… Прибор. Ага. А сверху? Вот так. Ага. Вот так прибор. И мы говорим про ОППА А5. ОППА А серия. Заряжай, снимай, удивляй. В нем четыре камеры. С какой грустью вы расстаетесь. Не было хорошо. Андрей Браво. Итак, это был конец второго раунда. Сейчас какой счет? Равный, наверное. Ах ты тварь. Это был конец второго раунда. И счет… И счет… 3-4 в пользу Егора Крида. Друзья, зачем вы здесь собрались? Во-первых, чтобы проверить себя. Егор А4. Ну, баллы. Да идите нахер. Да не, круто, круто. Это было круто. Клав, ну ты чего? Ну, блин, я уже начал переживать. Типа не зашла шутка. Да, да вот. Для чего вы здесь собрались? Для того, чтобы получить главный приз. А какой именно, расскажет наш распорядитель подарков. Пожалуйста. Месье распорядитель, как я рад вас видеть. Куда спешишь, торопышка? Помогите найти мне что-то модное. Гнаться за модой все равно, что упражняться в бесполезном. Тренды бегут по округу. Именно поэтому нужно просто сидеть на месте и ждать, когда они сами упадут тебе прямиком в ручки. Давай, ну давай, давай, давай. Что это за невиданная штучка? Это Instax Mini 9, камера моментальной печати. А еще батарейки, шнурочек, разные цветные линзы, картридж и даже стильный альбом для фотографий. И все по цене камеры. Можно купить в магазине и на сайте Эльдорадо. На, заряжай. Вуаля. Побереги суставы, просто, просто жди. Это чудо какое-то. Спасибо, месье. Смотри, будешь в городе, найдешь лысого мужчину. Запомнил? Да. Это не он. Так вот, передашь ему вот это. И скажи, чтобы гости бились, как не в себя. Умру. Ну найду. Не надо так говорить, никто не умрет. Ну ты чего? А сейчас влажная инфа. Только с 18 февраля по 9 марта при покупке набора Instax Mini 9 в Эльдорадо начисляется кэшбэк 20%. Алгебра, мать наук. Сегодня, друзья, наш главный приз – это фотокамера Fujifilm Instax Mini 9. И, между прочим, еще невероятный набор картриджей. Вот вам, вот, еще. Да что там? Да что там? Вот еще это все достанется. Опа. Это все достанется победителю нашего шоу. Это правда очень много картриджей. Это невероятно много картриджей. 200 фотоснимков. Влад, начинается третий раунд «Тащи звезду». Напоминаю, что в конце нашего шоу проигравший обязательно выполняет наказание. А именно ему штаны. А штанишки-то белые. Будет посажено. Да-да-да-да. Не факт, что ты проиграешь. А у меня еще единственные. Поделись штанами. Хорошо. Нюша? Нюша? А-а-а-а-а. Не удалось. Ты не знаешь, сколько у нас здесь Нюш еще. Ну я тебе что хочу сказать? Пиши. История Коли про… Понятно. Опа, она… Прокопентная. Там, по-моему, про какого-то ребенка. Хочешь почитать? да 12 лет почитаешь потом слушай я тоже не верю в эти сообщения насчет помощи если ты об этом так чья-то жена все-таки зайди к нему зайду раз попросил генеральный адвизор туфису президент он президент ты заблокировал мне кажется я знаю чем все закончится сегодня ладно наказание рано ну прочитай и что это будет работа это быть работ на территории российской федерации на те на территории двух дружественных государств не ну подожди это официально я дарю себя вам офишал подписать заявление на пожертвование своих органов после смерти здравствуйте ваша профессия я представители коллеги нотариусов виталия дворцова и у меня в руках приложение это приложение регистрирует прежизненно добровольное пожертвование тканей ну либо части ткани органов части органов он похож на маньяка после смерти в целях трансплантации не хочется подписывать вообще любую бумагу просто подошел сказал распишись пожалуйста я тебе так скажу я один раз уже подписал о чем вы подумали у нас три варианта если вы подтверждаете если подошел мне спросил вы подтверждаете что в случае установлен факта вашей смерти любые внутренние органы и ткани могут быть взяты для трансплантации то есть все второй вариант можно забрать все органы кроме и вы пишете конкретный добрый 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 да можно забрать только то есть конкретно что-то какой-то орган слушай никто же не построит твою смерть чтобы забрать твои органы на давайте комментарии прочитаем ой-ой-ой-ой жесткий Блин, так хочется, чтобы он на тебя попал. Знаю, почему ты отказалась со мной встречаться. На моем фоне ты бы выглядела, как разукрашенный транс. Да не, лайтово. Не, ну конечно, комментарий напишу. Ну конечно. Да вообще. Блин, там реально про ребенка, семья. Так, давай не будем. Нет, ты прочитай. Да не надо. А он все еще сзади и смотрит на твои органы. Слушайте, все смертные, ну вы чего? А если ты еще можешь помочь кому-то после смерти, это же офигенно. Давай, я тоже с Беларусь. Подходи. Слилась. Все, вот так вот оно. Нет, не так. Если ты пожертвуешь ей ноги, она подойдет. Добрые поступки начинаются прямо сейчас. Это только Иисус мог сказать, встань и иди. А нам нужны не только слова, но и действия, Влад. Ладно, ребята, надо два балла. Надо догонять. Не обязательно, не обязательно. Это же только твое решение. Надо тебе, не надо два балла. Муж заблокирован, два балла в копилку. Егора догоняю, все вообще прекрасно. Бум. И он такой сгорает. Ой, моя любимая. Чья жена? Я, кстати, не знаю, чья. Но я просто люблю. Тина Канделаки. Тина Канделаки. Так, наказание, да, сначала? Прибытие поезда. А, я-то думаю, зачем здесь рельсы? Участник ложится лицом на рельсы, и грузочный поезд врезается ему в лицо. Ну он же, наверное, не этот скоростный, не саксанка, говорится. Ну, смотря как он едет. Но есть ли там нож привязанный? Блядь. Ну я не хочу ей такое писать. Каждый раз, когда ты снимаешь трусы. Начало хорошее, я подумал, все нормально. Но я вспоминаю рекламу. Меха на ВДНХ. Ну смысл не поменялся, как говорится. Что, зайдем к ней? Зайдем, конечно. А, вот, дорогой муж. Ты спрашивал, вот. О, муж. Ну, не качок. То есть только это, ты думаешь, в современном мире решает. Итак, вот эта фотография, да? Так. Ну, что делаем-то, я не знаю. А в какую часть лица? В лоб. Потому что на этом поезде печать лох. Знаешь что? Самый. По-моему, если ты ляжешь так, и она отпечатается, и будет написано холл. А у нас есть второй поезд со словом эз. Эз-холл будет написано. Машинист поезда, пожалуйста, подходите. Сколько лет вы водите поезд? Ой, уже очень давно. Лет сорок точно. И не скучно вам маленький паровозик катать сорок лет? Каждый раз, когда ты снимаешь трусы, я вспоминаю рекламу механовой ДНХ. На самом деле, я хочу сказать так, что не все же бреют там. Правильно? Да. Некоторые девчата любят… Диско. Да. И живут в семидесятых. Так что это же не обидно, правильно? Это мода в восьмидесятых. Так что все те, кто не бреется и смотрит нас, я вас поддерживаю. Мы вас любим. Мы вас любим. Поэтому этот комментарий в поддержку нас всех. Бум. Смотрите, это все выглядит очень интересно. Да. Постарались, собрались. Ты сделаешь? Сорок лет готовился. Сделаешь? Да. Красава. Одну секундочку. Будь добр, свои руки. Он связан, подходите. Уважаемые пассажиры, с первого пути поезд отправляется в голову… Влад меня зовут, да? Влада А4. Влада А4. Стоп. Влада А4. Влада бумаги. Влада А4. Бумага. Великова. Должен был поехать. А он поезde. Валерий А4. Там. Ту-ту… Ту-ту-ту… Что это происходит? Я должен камерой встретить его. Тихо, 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 тихо. Влад, держись. Так, нарывай на лоб. Он уже близко, брат. Я вижу, он уже здесь. Получилось? Практически. Вот, ну вот. Неожиданный поворот. Катя Адушкин. Опа, это вот к тебе. Это коллеги, как говорится. Вот куда этот был комментарий про дельфинов. Это было бы идеально, конечно. Наказание называется «Приветики из Китая». Вскрыть посылку с Алиэкспресс. И облизать языком все содержимое. Ну что, ну похоже на челлендж. Лизни, умри, не умри. Так оно. Пожалуйста. Почтальон, подходите к нам. Ой-ой-ой-ой-ой. Почтальон. Вот туда, вот куда-то туда. Так, сюда, ага. Там это, по поводу органов. Ладно, читаем комментарий. Лично я поддерживаю все правки Путина в Конституцию. Это комментарий не начался еще? Начался, начался. Не говори словами Лукашенко, своими говори. Но только если кто-то добавит еще одну. Чтобы ты просыпалась голенькая рядом со мной. Да, но ей 16. И чтобы в этот раз. Бесплатно. Какая грязь, какая гадкая грязь. И молодого человека Кати я сегодня тоже видел. Да заблокируй его тоже. Да заблокируй его тоже. Зачем тебе все эти проблемы? Ведь как говорится, заблокировал человека в Инстаграме, и он такой, ах ты, силовое поле, не могу подойти к тебе в жизни. Ах ты, черт возьми. Откроем, посмотрим. Давай. А ты уже выполняешь наказание. А, да, нельзя смотреть. Не, ну как. Так, судя по всему. Судя по всему. Ладно, наверное, наказание. Ты виделся сегодня с Адушкиной? Виделся. Ты, конечно, с помощью этого комментария можешь сам отправиться в Адушку, но... Нет, 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 имеется в виду в ад. В ад. Только это. Так, а здесь у нас? Так, здесь у нас что? Ой. Покажи, покажи, просто покажи. Ну я уже как бы все, мне уже терять нечего, по-моему. А когда выпуск выйдет? Ну ты его уже не увидишь. Не, я просто до Беларуси доехать успею. У меня знаешь какая хорошая фраза есть в последней песне? Знаю когда-то, тебя я не вспомню. Это уже будет через час, да. Ну. Раз. Это честно? По-моему хорошо. Друзья, засчитано, все, есть. Егор. Как дела? Все плохо. Температура уже бьет, но ничего, мы сможем написать звезде или выполнить наказание. Давай, тащи. Марьяна Ро. Марьяна Ро. Чья жена? Ивана. Она жена Фейса. Да. Кожаное джакузи. Хорошо. Что, что, что это? Участнику наливают в рот молоко. Он его не глотает, пока женщина с трубочкой пускает пузырики у него во рту 30 секунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Подходите к нам, пожалуйста. Блин, ну это прям вообще-то мать. Я не знаю, каким словом назвать тебя и твою семейку. Ой-ой-ой. Только сейчас узнал, что вы взяли из приюта Алабай и сожрали его. Ты 100% знала, как для меня это было важно — присутствовать на этом барбекю. СМЕХ ХОЛОДИСМЕНТЫ Какая бес... Какая... Какая бес... Какая бесовщина. Вот смотрите. Когда вы видите на фотографию Марьяны Ро и Фейса, вы же допускаете, что они могут съесть Алабайя? Вы хотите очередной рэперский биф? Заблогируй Фейсс. — Кожаная джакузи. — У меня есть просто небольшая проблема сейчас. — Так, какая? — Кто такой Алабай? — Нет, Алабай — это собака. — Собака? — Собака, конечно. — Ну будет весело. — Давай. — Друзья, на ваш взгляд, писать? — Да! — Как вас это уживается? Вроде хорошие, интеллигентные люди. — Алабай. — Алабай. — Так Максим Галкин говорит, когда уходит из дома. — Алабай. — Бэм, бэм. — Пожалуйста, шеллендж. — Мочу. — Ну это, конечно, омерзительно. — А можно секундочку молочко? — Просто на секунду. — Откройте. — Да у меня рука мокрая. — Бум. — Все. — Дело в том, что, напомню, у меня недавно родился ребенок. — И Ксюша, большое спасибо, что дала воспользоваться молоком из морозилки. Большое спасибо. — 8-7, правильно? — Ну что, боремся? — Да! — Кожаная джакузи, ну конечно, конечно. — Кожаная джакузи, ну конечно, конечно. — Как вам? — Влад, самое главное — нельзя смеяться, иначе ты погибнешь. — Здравствуйте. — Побольше, 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 побольше еще. Опа, достаточно. Поехали. — Поехали. 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 А давайте, чтобы было больше брызгов, бросим карбит. — Так, 15 секунд. 15 секунд прошло. О, это как будто леди и бродяга. 22 секунды. Стоп, есть, есть. Дорогая, пока что, пока что идут ноздря в ноздрю. Но у нас есть финальный раунд. — Подожди. — Ребят, ну после такого-то грех не попросить поставить лайк. — Под это видео. — Давай скажем даже больше. И не забудьте подписаться на инстаграм Вова Писи Дионейл. — Режем, да? — А ты ублюдок! — Да, если вы любите своих родителей, напишите об этом в комментариях. — Напишите, когда у вас день рождения. — Да что там? Напишите, какого вы пола. — Или вот это. Поставь лайк, или умрешь. — Что мы делаем в пятом раунде? У нас есть наказание, которое мы выполняем. И самое это интересное — у нас есть еще и комментарии, но комментарии, которые мы говорим человеку лично по телефону, потому что мы звоним. — За звонок вы получаете три призовых балла. Ну что, Влад, тащи. Тащи. Сначала наказание. Что ты будешь делать? Тащи. — В память о Кобе, Брайне. — Ой, не нужно. — Ну что там? — Соперник в майке Лейкерс с номером 24 бросает в рот участнику перепелиные яйца. — О-о-о. — Пока не попадет пять штук. — О-о-о-о. — На самом деле я прям реально плакал, когда узнал эту новость. — Такая же фигня. Я выложил фотографию в Инстаграм, я сидел и просто рыдал. — То есть до того, как я не выложил... — Это еще херню какую-то скажешь. — Я клянусь. Великий спортсмен. Великая жизнь. Очень жалко, что так все закончилось. Коби, в памяти тебе. — Что-то грустная передача сегодня мы ставим. — Не все же время ржать. Иногда нужно подумать. Я вечно. — Серьезно. — АПЛОДИСМЕНТЫ — Кому? — Валерий Сюткин. — Ну да, это изи. — А кто это? — Московский бит. Взял кассу, ушел от Хафтана. — Еще. — Так, так, так. — Ты не знаешь песню? — Давай, прочитай, пожалуйста, что здесь? — Давай, допустим, я Валерий Сюткин. — Алло. Это кто? — Здравствуйте, Валерий. — Это кто? — Меня зовут Влад Бумага. Я блогер из Беларуси. — Пип-пип-пип. — Здравствуйте, Влад. Я очень люблю смотреть ваши видео. — В общем, у меня столько-то подписчиков. Хочу сказать вам, что вы для меня пример. Слишком много в наше время феминизма и толерантности. И круто, что вы твердо стоите против этой движухи. — Знайте, ББПЕ в моем сердце. — А что такое БББ… — БЕЙ БАБУ ПО… — ЛИЦУ. — ЛИЦУ. — А, ПОЕ. — Понял. — Он официальное лицо. ББПЕ в России. — Бей женщин по лицу — это наш девиз. Если я могу что-то сделать для вас, как-то продвинуть эту тему, то я всегда на связи. — Дело в том, что этот мемасик был на Лукморе, и он судился потом с Лукмором и отсудил, чтобы они закрыли эту статью. Что он не имеет отношения к ББПЕ. Но мы-то все знаем. — Так он как-то… Он что-то кого-то бил или что-то? — Нет, он никого не бил. Это прикол. — Что он кого-то бил? — Ну, мем типа был. — Да. — Понял? Он настолько хороший, добрый, милый, что с ним это не вяжется, и поэтому с ним сделали такой мем. — Интересно, он знает тебя? — Конечно. Мы все любим шеллендж. — Да, слушаю. — Здравствуйте, Валерий. — Добрый день. — Меня Влад зовут. Влад Бумага. Я блогер из Беларуси. — Да, где-то я вас видел в анонсе. По-моему, у Урганта, да? — Да, у Урганта был позавчера. — Здравствуйте, Валерий. — Здравствуйте, Валерий. — У меня подписчиков знаете сколько? — Не знаю. — На ютубе… — На ютубе… — Расхвалитесь. — Да, 14 миллионов 700 почти тысяч. Почти 15 миллионов, представляете? — Так. — Хочу сказать вам, что вы для меня большой пример. — Ну, в цифрах я навряд ли вам составлю конкуренцию. А чем могу быть полезен? — Знаете, вот сейчас слишком много феминизма и толерантности во всем этом мире. И круто, что вы твердо стоите против этой движухи. — Я не люблю слово толерантность вообще. Я люблю слово деликатность. Толерантность — это такое лизоблюдское слово. Вы свои пороки сделали законами, мы должны их соблюдать. Я не совсем это люблю. — Ну, круто, 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 что вы стоите на… — Где-то можно у вас в ютубе каналчик, наверное. — Да, А4 вы можете глянуть его. В общем, что хотел сказать. Знаете, что ББПЕ в моем сердце и ББПЕ навсегда, да. — Хорошо. — Я мало кому об этом говорил, но «бей женщин по лицу» — это наш девиз. — Ну, у вас так. Я с этим, кстати, боролся, что ребята приклеивали ко мне, но не потому что лишен чувства юмора и самой иронии, а потому что по-хамски повели. Я сказал, ребят, по месяцу поэксплуатировали, давайте что-то снимать, а то не приветствую это дело. — В общем, давайте об этом лично поговорим. Но в целом, знаете, что если я могу что-то сделать для вас, как-то продвинуть вообще какую-то тему, точнее эту тему, то я всегда на связи. — Я читаю песни, не лишённые юмора и самородий, и очень буду признателен, если вы через свой фан-клуб, так сказать, донесёте. Пусть критикуют — это уже второе, это у каждого своё право. А то популяризовать — это чё ж не исполнилось? Миллионы такие. Конечно. — В общем, я всегда на связи. Жду встречи. — Хорошо, записывайте лицо. — Спасибо вам. — До свидания. — Иди на связь. — Это не наказание получилось? — То есть сейчас он подтвердил всё это? — Слушай, это странно было сейчас. Очень странный звонок. Как будто он его ждал. — Ну наконец-то выговорились. — Мне кажется, у меня появился друг. — Ты молодчина. Молодчина. — Ну он хороший дядька. — Почему он с этим согласился, я не понял. Вот этот прикол. — Просто подержал на ровном месте, а потом уже... — Ты думаешь, он... — По-моему, он поддержал меня, знаешь, так. Вот любые твои мысли. Но по-моему, он не сказал, что я типа топлю за это. Он сказал, мысли есть — держись. Иди, держись. — Постой, постой, Егор. У тебя же есть возможность после этих трёх баллов, которые сейчас Влад получил, взять и хотя бы один балл урвать себе, чтобы вырваться вперёд. — Но эту историю, к сожалению, мне кажется, что она неправильна. Я не буду это выполнять. — Я не глумлюсь. Ни в коем случае. Но даже такой комедийный момент с тем, чтобы почтить память великого баскетболиста — это же тоже дань уважения. — Не знаю, я не готов подерживать это шуткой, смеяться и выполнять этот челлендж. Шеллендж, да, к сожалению. Вы уж меня простите зрителям, но не это. Совсем не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Взрослый буллинг. Участнику надевают подтяжки, оттягивают их далеко, а потом отпускают три раза. Это нормально. Это хорошо. Тебе-то что? Постой-постой-постой-постой. Это больно. Это как услышать, а сейчас мы познакомим тебя, Володя, с твоими биологическими родителями. Вот как же это больно. Ребята, история моей жизни. Я переживаю что-то. Федя Бондарчук. Федор, здравствуйте, это Игорь Крид. Хочу рассказать вам свою идею для фильма. Можно? Фильм про молодого певца из провинциального города, который добивается всего. Его любят девушки. Он может позволить себе все. Но одного он добиться не может. Его влечет к взрослому мужчине-режиссеру. Не-не, дальше, 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 дальше. Это очень личная идея. Если она плохая, скажите. Но если вас зацепило, можем встретиться и обсудить. Алло, Федор, здравствуйте, это Игорь Крид вас беспокоит. Не отвлекаешь вас? Привет, Игорь, дорогой. Приветствую, приветствую. Я не отвлекаю, могу? На минуту. В общем, тут я хотел рассказать вам про свою идею для фильма. Можно? Ух, Игорь, не сейчас тогда, дайте замку. Я прям быстренько, прям три секунды. Прям тут три секунды чисто идею накину. И потом завтра уже более детально поговорим, если понравится. В общем, это фильм про молодого певца из провинциального города. Он добивается всего, его любят девушки, и он может позволить себе все, но одного он добиться не может. Его влечет, короче, к взрослому мужчине-режиссеру. Ну, это очень личная история. Если она плохая, скажите. Но если вас зацепило, можем встретиться и обсудить. Что скажешь? Что? Что? Ну, все, живи с этим. Не, оно здесь, вот, конечно. Блин, ну, он сказал, по-моему, типа, давай завтра. Я думаю, что он, когда услышал про мужчин-режиссера, он понял, либо это пранк какой-то, либо это не я вообще. Либо он сел в машину и уже едет. Ну, знаете, какой-то осадочек остался. Мне кажется, идея крутая. Он даже вообще, да, не послушен? Мист Кул. Он щекой случайно нажал на красную кнопку. Уже со второго номера, со второго номера. Этот телефон никто не знает. Так вот, рассказывай. Поподробнее я пишу. Счет 11-11. У тебя есть возможность сказать «Идите вы к чертовой матери все, я выполняю наказание и ухожу отсюда королем». А если ничья? Да, я же могу отказаться. То никто из вас не получит фотокамеру, фучифильм, инстакс мини-9, а также 200 фотоснимков в придачу. Дураков нет, все хотят ее. Есть еще одно предложение? Ну, давай. Мы можем остаться на ничье и вдвоем выполнить финальное наказание. Есть два дерева? Да. Есть два дерева. Но ты мне обещал штаны. Да. Понял, у меня сначала была надежда, что ты сейчас закончишь. Дело в том, что Амир принес самую дорогую землю в России. Он выкопал эти груши на Ваганьковском. И когда он выкапывал, он увидел часть Есенина. Давайте, дорогой, поехали. Засовываем растение Апа. Егор, есть. Да, красавчик. Длиннее, конечно, было. Ну, ладно. Егор, а знаешь, какой плюс? Когда дерево вырастет, ты сможешь в жару наслаждаться теньком. Ну, красиво. Влад, тебе сейчас предстоит нести второе дерево. Та-та-ра-там. Та-та-та-ра-там. Да, Влад, ну ты разъелся, конечно. Еле тебе засовываем грушу в штаны. Ай. Ай-яй-яй-яй. Ну, отличная передача. И конкурсы интересные. Оленья звезд. У нас на шоу комментаут. Ничья. В нашем шоу. Подарок обоим. Тебе, Егор. Это камера. Влад, тебе достаются эти. Эти крутые фото карточки. Все. Чао. Пока. Это было шоу комментаут. Егор, твои железные яйца. Влад, твои железные яйца суперкрутые. Егор Крит. Влад Бумагов. Шоу комментаут. Ей-ей-ей-ей. АПЛОДИСМЕНТЫ